Сегодня я после перерыва в 5 лет снова выступил в федерации FBB на открытом чемпионате Москвы в категории классический бодибилдинг. Как вы уже знаете, я являюсь трехкратным чемпионом по классическому бодибилдингу в FBB и многократно в других федерациях, за что я и был в свое время дисквалифицирован в федерации FBB. Надолго. В общем, в других федерациях, в ABBA, в FF, NABBA, мой максимальный вес для участия, допуск к соревнованиям по классическому бодибилдингу это 90-92 кг. Отчего я по фактуре отлично вписывался, так как я как раз максимально просушенный, где-то до 90 кг. В FBB классический бодибилдинг на сегодняшний день заметно потяжелел. И спортсмены в этой категории моего роста в пике формы теперь должны весить 95 или даже 99-100 кг, чтобы занимать топовые места. Фактически это уже полноценный бодибилдинг, а не тот классический бодибилдинг, с которого я начинал. Поэтому, несмотря на достойное качество, я сегодня проиграл эту категорию, не попал в финал и получил низкие оценки. Я уже наслушался от своих друзей, Юра, куда ты лезешь в 39 лет? Ты получил уже свои титулы, работай тихонько тренером, учи других. Но понимаете в чем дело? Так мне неинтересно, мне нравятся трудности. Лучше я пожалею, что я проиграл сегодня, чем я пожалею, что я не попытался выиграть сегодня. Именно так я достиг всего в этой жизни, стал чемпионом мира, чемпионом Европы. Только так. Мне постоянно говорили, куда ты лезешь, у тебя нет шансов, ты не сможешь выступить на соревнованиях, ты не сможешь ничего добиться. Если слушать таких людей, вы ничего. В общем, только так вы и сами сможете чего-то достигнуть, если вы будете постоянно пытаться не слушать никого, а пытаться идти дальше. Поэтому в федерации ФББ теперь я буду выступать в категории Мэнс Физик. Я не буду больше выступать в категории Классический Бодибилдинг. Расстроен ли я? Спросите вы. Каждый спортсмен всегда, естественно, хочет быть первым. Каждый человек. С другой стороны, я уже являюсь, как я уже говорил несколько раз, чемпионом ФББ. И многократно являюсь призером ЭББ в этой категории. И мне уже не так обидно, как могло бы быть, да? Но главное, что я не сдаюсь и я буду продолжать свои выступления. Поэтому пока я остаюсь членом этой федерации, я выступаю только в категории Мэнс Физик. Соревнования, кстати, прошли хорошо. Сейчас вы посмотрите видео соревнований. Там было много забавных моментов. Например, очень пикантно выглядела покраска участников соревнований, так как она проходила в специальных кабинках. Но фактически это было общее помещение. И все, и участницы фитнес-бикини, и мужчины, все были практически в костюме Адама и Ева. Но спортсмены на такие мелочи не обращают внимания. Но согласитесь, что эта подробность многих заинтересует журналистов. Продолжение следует... Продолжение следует...